За два часа до начала внеочередного заседания парламента Ульяновской области перед зданием Дома Советов был организован пикет. Митинг организовали против некоторых ульяновских коммунистов и в частности против депутата Госдумы Российской Федерации Алексея Куренова. 25 мая во время несанкционированного митинга вместе со своими сторонниками он ворвался в мэрию и сбил с ног сотрудника администрации. Пострадавшего госпитализировали. Участники пикета требовали лишить Куренова депутатского мандата, о чем можно было прочитать на плакатах. Организатором пикета выступил ульяновский активист Игорь Топорков. Переименовано, понятно, возмущение коммунистов, чисто человеческое. Для них Ленин – это вождь, я не буду отрицать этого. Это я, мое отношение к Ленину. Но когда я увидел 25 мая, что произошло в мэрии, что произошло на площади Ленина, особенно в мэрии, это просто хулиганство, извините меня. И по крайней мере, когда врач нагнулся, ожив, прошел, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь и дождаться, это, извините меня, нарушение клятвы Гиппократа. Игорь Топорков также подчеркнул, что своим выступлением они хотят поддержать решение власти о переименовании площади Ленина в Соборную. Я согласен с тем, что площади вернули ее историческое название. И при этом, когда говорят о том, что нет собора, да, нет собора, и в силу геологических условий построить его уже невозможно там. Ну, нужно поставить камни, пусть это будет укором той партии, которая протестует, что здесь были снесены соборы. И был снесен собор, построенный в честь героев войны 1812 года. Увы, и на этот раз пикетчикам не дали спокойно высказать свое мнение. Сторонники коммунистической партии буквально встряли в разговор. Они имеют право на свою позицию. Они даже имеют право на выразить протест. Но нельзя выражать протест столь агрессивными методами. Я был и являюсь организатором многих протестных акций. Я был организатором протестной несанкционированной акции 26 марта. Не пострадал ни один человек. Мы прошлись по Гончаровой улице. Не было разбито ни одного стекла, ничего. Все было тихо и мирно. А тут была откровенная провокация, откровенный пиар. Откровенный пиар одного человека. Коммунисты ворвались на площадь перед Домом Советов, бесцовременно выкрикивая в адрес руководства области грубые слова и при этом раздавая номер приемной президента страны. 25 мая в Ульяновске. Почему канал России этого не показали? Почему первый канал этого не показали? Было 12 депутатов Госдумы. Сколько регионов съезжали, съехались в Ульяновск. Морозов должен уйти в отставку, гнать его в шею поганой метлой. Коммунисты тут же попытались развернуть свои плакаты, утверждая, что у них здесь свой пикет. Но, как выяснилось, он был несанкционированным. Новоявленные пикетчики не хотели подчиняться блюстителям закона, пререкаясь и тыча пальцем на разрешенный пикет. Поддержать пикетчиков с красными плакатами вышел депутат ЗАГС Собрания от КПРФ Айрат Гебаддинов. Он тут же объявил, что сейчас у них проходит встреча с депутатом, то есть с ним. С первых слов парламентарий откровенно стал настраивать собравшихся против существующей власти, не забывая делать заявление в сторону камер. Полицию направляют на то, что идите, бейтесь со своим народом, да, чтобы вот, и защищайте власть. Вот эту позорную власть, вот здесь представители стоят, им позор, я еще раз вам от себя лично и от группы избирателей вам заявляю, что ваша власть позорная. И вы трусы, понимаете, вы стоите вот там за углом, щуритесь, и вы трусы. Ваши исполняющие обязанности глава администрации трус. Вся администрация ваша труслива, никакой порядочности. Пока депутат заявлял о дальнейших действиях, которые планируют осуществить в разных точках площади, образовались одиночные пикеты. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.